Россия запустила по Украине редкую 4-тонную ракету 60-х годов, СМИ. Россия могла использовать для удара по Украине ракету П-35, принятую на вооружение еще в 1962 году, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Дефенс Экспресс. На днях в соцсетях появилось фото обломков одной из ракет, найденной на территории Украины. Это первый известный случай использования россиянами такой ракеты, на опубликованных фото видны обломки П-35, эта ракета отличается значительными габаритами. Ее длина составляет 10 метров, а стартовый вес 4 тонны. Ракета была разработана в 50-х годах, а принята на вооружение в 1962 году, следует заметить, что это противокорабельная ракета, поэтому вероятно, РФ пыталась попасть ее в объекты в южных областях Украины. Как пишет Дефенс Экспресс, непосредственно П-35 трудно узнать в обломках на фото. Однако эта ракета имеет достаточно специфическое устройство крыльев, П-35 все еще находится на вооружении РФ и является средством поражения берегового ракетного комплекса «Редут». По состоянию на 2021 год было известно о 8-ми пусковых. При этом П-35 использовалась в стационарном комплексе «Утес», который известен под названием «Объект-100», расположенный возле Балаклавы. Там пусковые ракеты спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом. Известно, что у России был один такой комплекс на острове Кельдин в Беренцевом море. Также после оккупации Крыма под контролем РФ оказался еще один подобный комплекс. Он раньше не функционировал, но был восстановлен в 2016 году. Кроме того, ракеты П-35 были на вооружении ракетных крейсеров проекта 58, но все они уже списаны, последняя модернизация ракеты была в 1982 году. Было известно, что дальность применения обновленной ракеты составляет до 300 км, скорость – до 1800 км в час, а размер боевой части – до 930 кг. ФКБЧ-4Г-48, она имеет классическую систему наведения для того времени, инерциальную на маршевом участке и включает активную радиолокационную головку самонаведения на конечной. В ракете заложена возможность поражения береговых целей. Однако через систему наведения они должны быть радиоконтрастными. Это свидетельствует о том, что пуски ракет П-35 схожи с ракетами Х-22. Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на январь 2024 производит около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. Это указывает на то, что в последние месяцы производство не увеличилось. Отметим, в январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.